Коллеги, здравствуйте. Давайте начинать наш очередной открытый урок на курсе разработчик Java Центра онлайн образования Otus. Сегодня мы посмотрим пример реактивного приложения на Springwood. Сегодня у нас будет такое введение в реактивное программирование, поэтому если вы уже с этим знакомы, да, вы отлично напомнили про запись. Конечно же, запись у нас будет. Прям очень вовремя напомнили. Кроме стандартной записи на YouTube, которая будет не очень в таком хорошем качестве, я еще записываю эти с помощью программы OBS. Качество записи тут будет несколько лучше. Вот, например, такой вот. И я потом отдельно выложу, чтобы можно было смотреть чуть с большим качеством. Так, запись пошла. Итак, давайте начинать очередной открытый урок на курсе разработчик Java Центра онлайн образования Otus. Сегодня мы поговорим про реактивное программирование на Java с применением Springwood. Сегодня у нас будет введение в реактивное программирование, поэтому если вы опытный реактивщик, то я вам ничего нового сегодня не расскажу. У нас сегодня будет такое введение для тех, кто что-то, может быть, слышал, но никогда не пробовал. И интересуется, что это вообще такое, и с какой стороны к этому делу поступиться. Поэтому если вы с реактивным программированием имеете дело, то можно смело пойти погулять, ну или заняться какими-то другими делами. Ничего нового, скорее всего, не узнаете. Итак, давайте начнем. Напомню, что в цикле этих вебинаров мы разрабатываем некую систему получения курса валют. Что мы вообще хотим получить от этой системы? Получение курса валют. Мы хотим по какой-то валюте получить курс Центробанка на текущий день и на дату в прошлом. В будущем, к сожалению, у нас пока не получается. Курс валюты – это отношение рубля к иностранной валюте. Ну, казалось бы, все просто. Первым источником курса сейчас у нас является только официальный сайт ЦБ. На предыдущих вебинарах мы сделали некую систему из нескольких микросервисов. Один из модулей этой системы ходит на сайт ЦБ, берет валюту на заданную дату и через другой микросервис показывает ее или в браузере, или с помощью бота в Телеграме может показать в таком интерактивном режиме. Что такое реактивное приложение, которое, честно говоря, прочитать затрудняюсь, Денис, что пишете? Не очень понятно. Есть ли на которое на React.js? Нет, мы сегодня говорим про Java. React.js – это не сегодня. У нас уже есть определенная архитектура, выстроилась на протяжении предыдущих вебинаров. У нас есть тот самый адаптер курс валют, некий микросервис, который ходит, в частности, сейчас на сайт ЦБ. У нас есть клиентский интерфейс, который по разинтерфейсу может кому-то выдавать эти самые курс валют. И у нас есть Телеграм-бот. Через Телеграм-бот можно запросить опять же тот же самый курс валют. Что мы сделаем сегодня? Сегодня мы все вот эти линии сделаем реактивными. Реактивными. Был у нас обычный REST-интерфейс, сейчас будет REST-интерфейс с реактивной составляющей. И давайте разберемся, что это вообще такое, и как к этому поступиться, и вообще в чем тут интерес. Почему в последнее время реактивное программирование стало весьма популярной штукой? Конечно же, прежде всего, необходимо ввести определение, что такое реактивное программирование, и как это вообще понимать. Я взял у Zipedi это определение, кажется, что оно очень хорошо отражает все дело. Тут много букв, я выделил самое главное. А самое главное, что реактивное программирование – это некая парадигма. Что значит парадигма? Это значит, что это определенный стиль программирования. И на многих языках программирования вы можете писать программы в этом стиле, следуя определенному подходу. Как правильно отметили в чате, React.js – один из вариантов. Для JavaScript. Для многих языков программирования существуют разные библиотеки, которые очень сильно похожи друг на друга. Это неудивительно, поскольку подход у всех этих библиотек примерно одинаковый. В чем заключается этот подход? В том, что мы управляем потоками данных. И квинтэссенция всего реактивного программирования – это действительно управление потоками данных. Может звучать как-то странно и не очень понятно. Это очень хорошую идею реактивного программирования можно пояснить на примере Excel. В чем смысл? В том, что мы в рамках этой парадигмы начинаем управлять автоматическим распределением изменений. И, собственно, вот это делает реактивное программирование неким отличительным. Давайте посмотрим на примере. Как мы программируем в оперативном стиле, к которому всегда привыкли? Давно привыкли. Допустим, у нас есть некая программа, которая считает х как сумму а и b. Есть у нас две переменные а и b. Допустим, а у нас равно единице, b равно двойке, и х, очевидно, будет равен трем. Это классический оперативный стиль. Как бы эта программа выглядела в реактивном стиле? В реактивном стиле эта программа бы, в общем-то, выглядела примерно так же. Но было бы очень важное отличие. Смотрите, в оперативном стиле, если после того, как мы посчитали а и b, и у нас получился х равным трем, если у нас а, скажем, станет четырем, то значение х уже не изменится. Мы представляем ось времени, мы присвоили а и b, посчитали х, х у нас сейчас равен трем, и вот если поменялось а, скажем, стало равно четырем, то значение х у нас уже не изменится. Он как был посчитан, так и посчитанный остался. Однако в реактивном стиле мы управляем не конкретными переменами, а мы управляем потоками данных. То есть в данном случае, если после того, как мы посчитали х, у нас а, скажем, стал равным пяти, то х автоматически пересчитается и станет равным восьми. Оказалось бы, что-то странное такое и непонятное. Однако мы с этим подходом очень хорошо знакомы по Excel. Давайте посмотрим, как это может выглядеть в Excel. У нас есть некоторые значения а, давайте так вот скажем, оно у нас равно трем, некое значение b, оно равно, скажем, пяти, и мы хотим посчитать тот самый х. И х у нас будет а плюс b. И этот подход, по сути, является реактивным. Почему? Потому что, смотрите, у нас меняется значение а, и у нас как бы автоматически меняется значение х. Меняется значение b, и опять же изменяется значение х. То есть значение х у нас не статично, как в императивном стиле, оно сейчас у нас зависит от значений компонентов, из которых складывается. То есть как это технически сделано? Технически на этих ячейках Excel исят некие лиснеры, или получать уведомлений, отслеживают изменения ячейки и в соответствии с этими изменениями перестраивают итоговый результат. Коллеги, понятен ли подход? Понятно ли, как вот, то есть вот идея реактивного программирования. То есть мы сейчас управляем изменениями, управляем потоками данных. А и Б, то есть эти две клетки, являются, по сути, источниками тех самых изменений, за которыми мы следим. Собственно, вот это вот и есть идея реактивного программирования. По сути, нет ничего сложного. Сложное начинается в реализации. Поскольку мы чревисто привыкли к сугубо императивному стилю, для нас такой подход кажется чем-то таким противоестественным для программистов на каком-нибудь джаус-репте, которые привыкли жить в синхронном мире, этот подход кажется, ну, более-менее привычным. Неясно, как это заюзает в реальной жизни. А вот об этом мы сейчас поговорим. Итак, с тем, что такое реактивное программирование, как концепция, мы разобрались, и давайте посмотрим, как это можно действительно применить в реальной жизни. Поскольку реактивное программирование – это штука достаточно общая и непривязана к какой-то конкретной технологической платформе, может быть абсолютно по-разному, это некая парадигма. У этой парадигмы появилась некоторая геологическая составляющая, некоторая, можно сказать, теоретическая база, которая была сформулирована в виде реактивного манифеста. И знакомство с реактивным программированием имеет смысл начинать именно с посещения этого сайта, на котором можно прочитать реактивный манифест. Оттуда я взял картинку. Эта картинка отражает прикладные идеи, которые скрываются за реактивщиной. В чем тут смысл? В том, что реактивная программа предоставляет пользователям или разработчикам, то есть смотря на какой стороне посмотрите, определенные характеристики. То есть если вы пишете вашу программу в реактивном стиле, то вы получаете такие вот интересные особенности. Ваша программа становится responsive, то есть отзывчивая, она становится у вас эластичной, она становится устойчивой, и ваша программа переходит в какой-то месседж-драйвинг-стиль. То есть становится ориентированным на события. Казалось бы, что-то странное и непонятное. Давайте разберемся. Как мы привыкли строить обычное веб-приложение, скажем, на Java? Будем говорить, конечно, про Java. Как мы привыкли строить приложение? У нас есть некий сервер, допустим, на тамкате, и он принимает кучу запросов. Тамкат – штука хорошая, и работает достаточно хорошо. Однако, если вы одновременно накидаете больше запросов, чем у него емкость внутреннего фред-пула, то есть некоторого пула потоков, то томкат просто перестанет отвечать. В этом смысле приложение является негибким, неэластичным. Можно сравнивать, провести примеры с материалами. Допустим, если мы берем какой-нибудь чугуней или бетон, то этот материал абсолютно неэластичный, неупругий. Его чуть-чуть надавил, он, конечно, крепкий, но при определенном усилии он у вас сразу сломается. То есть нет никакой эластичности. Если мы берем дерево, какое-нибудь свежее суровое дерево или, допустим, резину, то этот материал максимально упругий, эластичный. Вы его можете гнуть, прогибать. Он очень легко у вас прогибается, но при этом сломать его достаточно тяжело. Тоже, конечно, можно, но намного тяжело. Металлический пруд такой гипкости нет. Отличается, что резиновая палка очень даже гнется и модифицируется. То же самое можно сравнить и с севером, допустим, веб-приложения. Томкат – это пример такого металлического бруска или бетонного блока. Он достаточно хорошо держит какую-то нагрузку, но как только нагрузка превышает определенный предел, он тут сломается. Так же, как и бетонный блок. Вы на него даете, даете, а потом он раз – у вас в конце концов и сломался. Вот реактивные приложения должны работать более гибко. По мере роста нагрузки они должны эту нагрузку уметь переваривать. То есть они сразу же не говорят, что новые запросы мы больше не обрабатываем. Реактивные приложения говорят, что мы их обрабатываем, но чуть-чуть помедленнее. Можно подумать, что реактивные приложения начинают работать быстрее, чем традиционные на том Кате. Это не совсем правда. Скорость работы, скорее всего, у вас никак не изменится. Но что вы получите от реактивного программирования в том, что при определенной нагрузке ваше приложение не сразу сломается, и пользователь увидит какое-то нехорошее сообщение об ошибке, а оно сначала будет тормозить, 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 и, скорее всего, продолжит выполнять запросы. То есть, по крайней мере, дольше протянет, намного дольше может протянуть при тех же самых характеристиках. Но по мере роста нагрузки пользователи будут ощущать, что их запросы обрабатываются медленнее. Медленнее, медленнее, медленнее. То есть оно будет эластично продибаться, но при этом совсем не сломается. Вот тогда вот аналоги. И за счет этого мы получаем те самые свойства отзывчивости. То есть наше приложение не падает сразу мгновенно, оно у нас получается свое родное такое растяжимое и эластичное, может под действием нагрузки притормаживать, но до конца не сразу сломается. Сломается, может быть, но не сразу. И месседжрайвен о чем говорит? О том, что мы рассматриваем входящие к нам сообщения, как некие события, с которыми мы можем работать как с некоторыми отдельными сущностями. Мы можем их, так сказать, прикопать в какую-то очередь и потом их переиспользовать. Коллеги, понятно ли в целом идея реактивности? Что значит отзывчивость, растяжимость и так далее? То есть понятно ли отличие с точки зрения пользователя, с точки зрения концепции от, скажем так, традиционных приложений? Замечательно. Ну, за судик, рекомендую вам ходить на этот сайт, посмотреть на эту картинку и почитать, что там пишут. А мы давайте двинемся дальше. Как мы говорили, у нас есть два принципиальных подхода. Классический подход, на котором работает всем известный Томкат. У нас есть клиенты, которые отправляют запросы на север. И у нас есть север, в составе которого крутятся потоки, они объединены чаще всего в Red Bull какой-нибудь, и получается такое соотношение. Один клиент, один поток. Один клиент, один поток. Все это работает хорошо, однако количество потоков достаточно ограничено. Наш север не может создавать неограниченное количество потоков. Потоков у нас, то есть мы их можем создавать много, можем создавать сотни, но в то же время у нас есть определенные лимиты. Каждый поток определяет, потребляет определенное количество ЦПУ, определенное количество памяти, и их не можем создавать в бесконечности. Отсюда у нас есть некоторые ограничения. Количество одновременно подключаемых клиентов, которые мы можем обработать, ограничено количеством потоков. Больше, чем у нас потоков, мы не сможем обработать клиентов. И когда последний поток используется последним клиентом, следующий клиент приходит, потоков нет и получает ту самую ошибку. Такой подход всем хорош. Это очень просто, легко настраивается, такой подход лег в разработке, но использование ресурсов получается инъективным. При таком подходе мы не можем гибко масштабироваться и обрабатывать действительно большое количество входящих соединений. Ну или, по крайней мере, нам для этого требуется значительное количество ресурсов. Хотелось бы как-нибудь эту ситуацию уменьшить, упростить. То есть мы хотим сократить количество потоков и в идеале перейти к ситуации, когда у нас множество клиентов обрабатываются одним потоком. Ну или, по крайней мере, мы обрабатываем кучу клиентов несколькими потоками. То есть у нас соотношение один к одному, а соотношение много к одному. За счет чего это можно сделать? Любое сетевое соединение между двух контрагентов, между двумя контрагентами, состоит из нескольких процессов. Клиент устанавливает соединения, отправляет запрос, серый запрос обрабатывает, в это время процессор используется. Однако, обработав запросы, подготовив данные, поток отдает данные клиенту и в это время ничего не делает. До тех пор, пока клиент не отправит запрос на новые данные и что-то еще не попросится. Но вот этот запрос за новыми данными, может быть, придет сразу, а может быть и не сразу. Причем вот это сразу понятие достаточно растяжимое. Это точно не будет мгновенно. Точно пройдут миллисекунды, а то, может быть, и десятки миллисекунд, прежде чем тот же самый быстрый клиент сможет отправить какой-то повторный запрос. Почему так происходит? Потому что у нас есть сетевые коммуникации, которые требуют время. Клиент тоже не может отвечать абсолютно мгновенно. На его стороне есть какие-то задержки для обработки ответа, подготовки нового запроса. То есть, получается, даже если клиент у нас супербыстрый и суперактивный, все равно он тратит какое-то время на подготовку ответа. А в это время поток простаивает. То есть, получается, у нас сетевое соединение установлено. Мы используем ресурсопроцессор. То есть, этот поток больше никем не занят. Но в то же время наш другой клиент этим воспользоваться не может. В жизни чаще всего клиенты не отвечают мгновенно. Какой бы скоростной клиент ни был, он не может постоянно эксплуатировать один и тот же поток. Он не может постоянно по этому каналу гонять какие-то данные. Ему требуется какое-то время. И более того, если мы посмотрим на реальную составляющую тех приглашений, с которыми мы имеем дело, то клиенты, на самом деле, достаточно медленные. Это может быть браузер, и клиентом является человек. Тут вообще задержки будут просто такие простые, будут исчисляться в минутах. Если же это какая-то автоматизированная система, то канал связи может быть медленный, это какой-нибудь мобильный клиент или что-то еще. И опять же, клиент не будет использовать поток на 100%. Что нам это дает? Это дает нам возможность потоку, пока проставит клиент, обработать другого клиента. То есть у нас приходит нам другой клиент, и пока мы работаем с первым клиентом, пока первый клиент стоит и ничего не делает, мы можем обработать запрос от второго клиента. Вот, коллеги, понятно ли вот этот момент, это место для улучшения производительности, откуда мы можем взять ресурсы, чтобы один поток смог обработать несколько клиентов одновременно. То есть пока клиент стоит, ничего не делает, мы хотели бы использовать этот канал коммуникации, чтобы обработать запросы от другого клиента. Вопрос, можно ли про оставшиеся три пункта на схеме? Давайте, может, к этому возвращаться не будем. Вот, если интересно, по ссылочке пройдите и подробнее прочитайте. А мы делимся дальше. Таким образом, у нас появляется задача реализовать некий мультиплексор, который сможет обрабатывать запросы от разных клиентов. Отпускаем ли мы первый поток, который работает с первым клиентом, и прерываем ли сетевую связь с клиентом? В том-то все и дело. Смотрите, когда мы от одного клиента переключаемся к следующему, мы сетевой канал не обрываем, потому что установка сетевого соединения – это тоже штука небыстрая. И мы вообще не хотим, чтобы клиент знал, что в этот момент мы с ним не взаимодействуем, что мы отключились, переключились на какую-то другую задачу. Мы хотим, чтобы клиент работал в своем темпе и отправлял данные так, как он считает нужным. И чтобы наш единичный поток минимально на этого клиента влиял. Иначе в этом было бы никакого смысла. То есть мы хотим, чтобы клиенты работали так, как раньше, но в момент простоя одного клиента мы могли бы обрабатывать запросы другого клиента. Охождение в BD можно настроить реактивно. Давайте про это мы отдельно поговорим. Вот, получается у нас такая задача. Как технически это сделать в Java? В Java есть принципиально два подхода, как можно организовать сетевое взаимодействие. Первый подход на традиционных блокирующих сокетах, или как его еще называют, OTO. С этим, ну это отдельная история, там все достаточно просто. Открываете сокет, подключаетесь и работаете. Однако этот подход с блокирующим сокетом реализуется как раз в этой схеме. А нам бы каким-то образом надо было бы реализовать этот селектор-муниплексор. Если мы хотим работать в неблокирующем стиле, реализовать тот самый переключатель, нам необходимо воспользоваться такой звучностью, как селектор в NIO. NIO или NIO input output системы, набор API для западения с устройствами водовывода. Условно, NIO можно поделить на две части. Это работа с файловой системой и работа сетью. Вот как раз вот сетевая часть NIO нас сейчас интересует. И самое интересное в данном контексте понятие селектор. Что такое селектор? Селектор – это тот самый диспетчер, который может одновременно обрабатывать, точнее так, следить за несколькими входящими соединениями, смотреть, где есть данные, и в зависимости от того, откуда пришли данные, переключать поток данных на поток исполнителя. Образно это можно представить как некую телефонистку. Вот тут селектор слушает, что необходимо соединить этого абонента с этим и переключать провода, так, чтобы связать входящий поток данных с исполнительным потоком, то есть с тем, кто эти данные будет обрабатывать. Когда данные заканчиваются, телефонистка понимает, что есть данные где-то в другом месте, и другое место соединяет с потоком работникам. Образно для пояснения разницы между блокирующими и неблокирующими сокетами, вот этим самым селектором, можно провести такую аналогию. Представьте, традиционный пивной бар, барная стойка, приходит клиент, зовет официанта, и официант, допустим, у нас работает в стиле блокирующих сокетов. Официант, бармен, подходит к заказчику, заказчик говорит, дайте-ка мне пол-литра Жигулевского. Блокирующий сокет идет, наливает этого Жигулевского, приносит и стоит, ждет. Все. То есть получается, у нас сокет блокирующий, поток исполнитель подключился к клиенту и находится в режиме обработки запросов. То есть он выдал данные клиенту и сидит, ждет, пока клиент не пришлет какой-то новый запрос. Клиент пьет это пиво, обрабатывает запрос, и в это время бармен ничего не делает. Он стоит и ждет. Все. Он заблокирован. До тех пор, пока клиент не выпьет свое пиво и не попросит еще, бармен стоит и ждет. Клиент просит еще, бармен пошел, налил, пришел. И снова стоит, ждет. Получается ситуация. Один клиент, один бармен. А все остальные клиенты ждут, когда до них дойдет очередь. Как можно работать в неблокирующем стиле, неблокирующими сокетами? Приходит клиент, к нему подходит бармен, бармен принимает заказ, уходит, приносит кружку. Клиент пьет. В это время бармен идет к следующему клиенту. То есть получается, пока клиент обрабатывает пришедшие данные, пока клиент пьет свой заказ, бармен или поток трудяга по указанию селектора идет обрабатывать других клиентов. Коллеги, понятно ли идея блокирующих сокетов и неблокирующих? Чем они отличаются друг от друга? Как это все можно сделать? Немного отвлечемся и рассмотрим очень популярную концепцию ивентаупов. Надо сказать, что ивентаупов применяются в айтишном мире с кушерядом. Откуда в паре селектор? Селектор встроен в бармена. То есть можно сказать, что у бармена есть менеджер, который гоняет этого бармена. Менеджер является тем самым селектором. Или у бармена есть глаза, он понимает, кто из клиентов просит. Как он символизирует, гарсон или как-то еще знаки подает, и бармен к нему подходит. Вот примерно таким образом. В айтишном мире очень популярна концепция ивентупа. В чем идея ивентупа? Идея ивентупа на самом деле очень простая. Чтобы делать больше, надо меньше отвлекаться. Если у нас очень много работы, то как мы в Java такую работу ускоряем? Традиционный подход применить многопоточность. Допустим, нам надо перечитать количество букв О в какой-то большой книге. Возьмем, давайте, классику «Война и мир». Сколько букв О в книге «Война и мир»? То есть во всех ее томах. Как мы можем поступить? Мы можем посадить одного человека, и он будет страницу за страницей листать эту книгу и считать количество букв О. Как мы можем это дело ускорить? Мы можем набрать, допустим, 100 человек, эту большую книгу поделить на 100 человек. Каждый из 100 человек посчитает в своей порции данных количество букв О. Потом мы просуммируем результаты. То есть такой классический предюстный подход. И очень многие задачи таким образом оптимизируются очень даже хорошо. Если у нас большая задача, ее можно поделить на части, на чанки, то мы можем легко такую задачу распараллелить и ускорить. Однако очень большое количество задач такому ускорению не поддается. Ну, например, типовой запрос от браузера. Пришел к нам сервис-запрос выдать какие-то данные клиенту. Тут даже не важно что. Пусть это будет какая-нибудь клиентская заявка на кредит, допустим, или на срочном погашении. Давайте лучше так сказать, на срочном погашении ранее взятого ипотечного кредита. Как такую задачу оптимизировать? Ее, конечно, можно делить как-то на части, пытаться. Но в целом запрос достаточно короткий, по времени непродолжительный. Это не пересчитать буквы О. Война, мир. И в целом такой запрос трудно как-то распараллилить естественным образом. Поэтому хорошо бы такую задачу выполнить максимально быстро. И что-то для этого надо придумать какой-то другой подход. И другой подход, как ни странно, это абсолютно противоположный. Если в первой задаче в своем мире мы делили задачу на множество частей, накидывали кучу потоков и ускоряли таким образом работу, то сейчас, когда наша задача не делится естественным образом, то мы должны как раз-таки отказаться от переключения потоков и работу все делать в одном потоке. Что нам это дает? Мы отказываемся от большого полупотоков и экономим ресурсы как на поддержании самих потоков, так и на переключении контекста. То есть когда мы передаем задачу одного потока к другому, мы расходуем достаточно большое процессорное время. Если же мы всю работу выполняем в рамках одного потока, то мы, как ни странно, можем сделать ее быстрее, потому что мы сэкономим на тех самых переключениях. И вот на этой идее основана технология, подход, парадигма и вентлупа. Этот подход встречается с push-рядом, не только в Java. Из такого очень популярного можно вспомнить Node.js, да и вообще JavaScript. Там ключевая идея. Есть у нас некий вентлуп, который обрабатывает запросы. И давайте эту идею рассмотрим. Итак, у нас есть некий поток и вентлуп, как его еще называют по-другому, цель которого состоит в некоторой диспетчеризации данных. Приходят входные запросы, поток сам ничего не делает, его задача взять запрос и отдать исполнителю. Исполнитель тут может быть всякий разный. Это может быть сетевое устройство, и мы ходим, допустим, в ту же самую базу данных, или это может быть диск, или это может быть какое-то еще устройство вывода, или может быть это другой поток. Не важно что, важно, что это что-то другое. И задача потока – взять данные исходного запроса, кинуть их нужному исполнителю и идти дальше. Пойти за новым запросом, кинуть следующему исполнителю на очередной итерации, посмотреть, есть ли у кого-то из исполнителей данные, есть что вернуть клиенту, если есть что вернуть, то мы данные берем и возвращаем назад. То есть мы крутимся в таком вот бесконечном цикле, берем что-то от клиента, отдаем каким-то исполнителям, берем у исполнителя результаты и отдаем их клиенту. Получается, что вместо кучи потоков, которые работают в отношении один к одному, то есть один входящий запрос, один входящий поток, и этот входящий поток что-то делает сам, от начала до конца в традиционном подходе. В случае с винт-лупом к нам пришел запрос, мы взяли его в обработку, но сами не обрабатывали, передали кому-то другому. За счет такого подхода мы можем небольшими ресурсами процессора обрабатывать большое количество потоков. При условии, что работа очень хорошо перекладывается на какие-то чужие плечи. Например, Node.js хорошо работает на датчику каких-то файлов. И в целом, важна тут очень важная, то есть ключевая идея в том, что сам поток никогда не должен останавливаться. Если вы в качестве исполнителя примените какой-нибудь блокирующий интерфейс, например, классическую релизационную базу данных с блокирующим сокетом, или блокирующий вывод будете делать, то что получается? Вы берете запрос от клиента, передаете блокирующему исполнителю, блокирующий исполнитель у вас задумался, и все. На этом вся работа всего вашего сервера остановилась, и другие клиенты воспользоваться вашим сервисом не могут. И это ключевая черта. Важно, что все исполнители должны работать эсинхронно. Они у вас получили запрос и что-то делают в фоне. Когда надо, когда результат готов, они вам отдадут этот результат. Коллеги, понятно ли вот эта идея и почему это хорошо? Чем это отличается от просто распараллеливания? Вопрос. Это похоже на очередь или на событийную модель Windows? Kafka, всякая очередь. Зачем тогда это надо? Да, смотрите. У вас есть Kafka. Представим, что исполнитель, то есть у вас тут лежит ваша Kafka, предположим, а здесь у вас за этой Kafka лежит исполнитель. Что вы с помощью этой Kafka сделаете? То есть как у вас будет работать классический подход? Пусть у вас будет эта Kafka. У вас есть запрос от клиента, у вас есть поток. Поток положил этот запрос в Kafka и ждет, когда из Kafka к нему придет ответ. Ответ из Kafka пришел, он его забирает и отдает клиенту. Понимаете, у вас классический подход, там, ката. Один запрос, один поток обработчик. Этот обработчик обрабатывает этот запрос до конца. И тут неважно, у вас тут может быть Kafka, не Kafka, какой-то, абсолютно любой синхронный исполнитель. Важно, что тот поток, который принял запрос, он не приступит к новому запросу до тех пор, пока к нему не придут данные. Роман, понятно ли, эта идея? То есть само наличие какой-то асинхронной очереди, какого-то асинхронной вот этой штуки, сам по себе не делает, не приводит к потоку ивентлупа. У вас должна быть ключевая идея заключаться в том, что у вас есть четкое разделение. Есть входящие запросы, есть поток, который обрабатывает эти запросы, и есть какие-то исполнители. Kafka у вас асинхронная. Это хорошо, что она у вас асинхронная, но тот поток, который работает с этой Kafka, он ждет ответ. Понимаете, в чем дело? Вы принимаете входящий запрос, у вас есть поток, который привязан к этому запросу. И пока этот клиент не отвалится, поток, который его обрабатывает, не отстанет. Он так и будет. Это связь один к одному. Он отдал в Kafka и забыл. И хорошо, что он забыл. Но поток, поток как был авоцирован на входящий запрос, так он и остался. А поток в это время ничего не делает. Он ждет, когда из Kafka ему постучат, или он сам эту Kafka долбит. Но важно, что в этот момент он ничего полезного, другого делать не может. Получается, что у нас есть, допустим, 200 потоков Томката, к нам пришло 200 запросов, все эти 200 запросов что-то отдали в эту асинхронную Kafka и сейчас ждут ответ. Но новые запросы они обрабатывать не могут, потому что у нас есть клиент, и клиент ждет, он не отвалился. Мы ждем, когда что-то к нам придет, и в этот момент ничего не происходит. Процессор у нас простаивает, поскольку все вот эти потоки, ну, то есть они или в слипе находятся, или заплотированы, или в цикле крутят, долбят эту кавку, ждут, когда что-то там появится, из нее придет. Но важно, что приходит 201 поток и обработаться уже не может. Вот, Роман, понятна ли вот эта вот идея? То есть ключевое отличие, есть ли у вас жесткая связка, входящий запрос, работающий поток, или у вас этого нет. Вот в этом ключевое отличие. То есть даже если есть асинхрон, то все равно будет простой. Конечно же, асинхронность, она вам помогает без асинхронности, вы ничего не сможете сделать. Но с другой стороны, вот этот рабочий поток, который здесь есть, он должен понять, что ему больше делать не надо, и он должен, может переключиться на обработку второго подхода. Похоже, что первый подход классический. Так и есть. Первый подход, когда у нас один запрос, один поток, это самый простой вариант, который мы традиционно используем, применяя Томкад. Или в чистом виде, или в Spring WebMVC. Должен быть пул запросов. Пул потоков, вы хотите, видимо, сказать. Пул потоков, конечно, он должен быть, иначе мы одновременно вместе с клиентом в принципе не сможем обработать. Обработать. Чтобы скомпенсировать нагрузку, такой север может держать какую-то очередь входящих запросов, но тем не менее эта ситуация принципиально не исправляет, потому что при большой нагрузке и при загруженности потоков эта очередь очень быстро переполнится. и ситуация тут никак не улучшится. Мы можем улучшать эту ситуацию только за счет увеличения количества потоков в этом пуле. Но, как я говорил ранее, этот путь достаточно ограничен. Мы не можем насоздавать неограниченное количество потоков в нашем серии. Но поток занимает место в пуле, пока не получится ответ. Поток не может занимать место в пуле, он в нем есть. То есть, что значит занимать место в пуле? У нас есть пул потоков. Он в нем сидит. Работает он, не работает, но он потребляет ресурсы. Вот очень понятный вопрос по поводу занимания его места. А тут он у нас запрос с брокером и освободил. Но как он узнает, когда ответ? Ну как, как вы его заходите, так он и узнает. Можете его кафка позвать, может он сам будет дергать. Тут по-разному можно подходить к этому вопросу. На шеет сервер пазах данных действительно. В Oracle, например, можете запустить ваш сервер в режиме шеет или депритет. Когда у вас выделяется серверный поток на один запрос на каждую сессию или шерится между разными. То есть, идея сама по себе достаточно очевидна и используется много где. Для примера очень похожая концепция. Можно вспомнить аналог Apache, веб-сервер Apache и NGINs. Идея та же самая. То есть, мы приходим к тому, что для оптимизации работы нам так или иначе надо применить идею винтлупа. И если мы вспомним идею селектора, то получается очень логично. По сути, селектор очень хорошо ложится на идею винтлупа. Можно сказать, что они связаны очень тесно друг с другом. И действительно, можно, если объединить все эти концепции вместе, то у нас получится как раз что-то очень интересное. Во-первых, мы берем NIL. В основе которого лежит та штука селектор, не блокирующий сокет, про который я упоминал. Мы можем использовать NIL напрямую, но это будет не очень удобно. Если видели, как выглядит код на классическом NIL, то там не то чтобы сильно приятно. Даже учебные примеры получаются достаточно сложно. Если делать промышленный код, то будет совсем не весело. Чтобы упросить жизнь, придумали фреймбург NIL. может сказать, придумали фреймворк NITI. Надо сказать, что NITI это, пожалуй, номер один среди фреймворков, решающих эту сдачу. То есть может сказать, что это NIL с человеческим лицом в некотором смысле. однако NITI тоже достаточно низкоуровневая штука. Если применять NITI для создания каких-нибудь TCP-описеров, то, в общем-то, с этим можно жить. Будет не очень удобно, но можно. Если же мы хотим использовать более прикладные протоколы, например, веб-сокеты или какие-нибудь HTP-протоколы, то с этим жить становится не очень удобно и хотелось бы к NITI приделать какой-нибудь дополнительный пользовательский интерфейс, чтобы было как-то с этим покруче жить. Тем не менее NITI в нашем стеке является той самой рабочей лошадкой, которая будет выполнять основную работу, то есть будет следить и обеспечивать сетевые коммуникации. Чтобы приделать к этой рабочей лошадке удобные поводья, седло и все остальное, мы можем приделать реактивный API. Почему? Потому что идея реактивного API очень близка к тому, что предоставляет нам NITI. То есть у нас реактивный API это что такое? Это управление потоком данных. Мы можем в принципе реализацию реактивного API применять и вообще без сетевых взаимодействий. То есть просто берем какой-нибудь Java Rx и работаем с ним, встраиваем два обычных приложения и работаем как обычную лотику реализуем. Однако, если мы говорим про сетевые приложения, про какие-то веб-севера, то применение реактивного API, натягивание реактивного API на NITI позволяет получить удобный фреймворк для работы сетей. И такой удобный фреймворк называется Reactor NITI. Reactor NITI всем хорош. И если видели, недавно я записывал видео на канале, показывал Reactor NITI, вот как можно пользоваться. Штука, в общем-то, достаточно удобная, но чего бы нам хотелось. Нам бы хотелось, чтобы этот реактор NITI хорошо жил в нашей костине Spring. Мы любим Spring, очень даже нам приятно, может быть, неприятно, но удобно, может быть, неудобно, но пользуемся всеми благами. То есть, когда надо что-то подключить, подкидываем новый стартер, когда надо сделать REST-интерфейс, включаем REST-контроллер, и у нас все волшебно работает. И мы хотели бы реактор NITI, подружиться с Spring. То есть, наша задача взять реактор NITI и каким-то образом синтегрировать его со Spring. То есть, сделать так, чтобы реактор NITI был как бы непосредственно частью Spring. Вот мы когда создаем WebSER на Spring.BUTE, мы даже не задумываемся, что под капотом по дофолту сидит TomCAD. Многие, в принципе, не знают, что в Spring.BUTE сидит TomCAD, и наши все раззапросы обрабатывает на самом деле TomCAD. Это все так удобно синтегрировано. TomCAD сидит внизу, мы про сервлеты, про всякие фильтры, можем ничего даже не знать, и оно все работает волшебно. И то же самое мы хотим сделать, чтобы работало точно так же и с реактором. то есть мы хотим, чтобы использование реактора вместо TomCAD ничем нас не отличалось, чтобы это было бы как будто то же самое, чтобы сделать так, что у нас появился как будто бы из ниоткуда на REST-интерфейсе реактивный веб-сотетный функционал, но при этом мы бы как будто бы ничего не видели, ничего не знали, и не погружались в тишке все это настройки и конфигурирование. Чтобы реализовать все эти возможности появился Spring Webfax. Коллеги, понятно ли, что такое на самом деле Spring Webfax и как он связан с Netty? Так, вопрос, написано реактор, 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 да, действительно, а пропустил, да, Юрий, спасибо, поправлю. Коллеги, понятно ли идея Spring Webfax, то есть по сути Spring Webfax это человеческий интерфейс, это интерфейс Spring для реактора Netty. А реактор Netty это по сути реактивный интерфейс для Netty. А Netty это в свою очередь удобный интерфейс над Neo. Таким образом можно построить связь, что по сути у нас есть некая седеваемая структура, и вот мы прошли по всем этим своим абстракцией и вышли на человекопонятный удобный интерфейс. Tomb Can Reply by Netty так и есть. Мы применяем Netty как веб-серв и его используем вместо Tomb Cut. И таким образом наше Spring Web приложение становится реактивным и мы можем его использовать для реализации всего этого интересного реактивного стека. Коллеги, всем ли понятно, какой плюс мы получаем, когда в Spring выкидывает TomCat и подкладываем Netty. Что мы получаем? Как думаете? Это вот кроме пафоса и красоты реактивного стека, тоже на любителя, менее, стильно модно-молодежно, а какую практическую пользу мы можем получить от того, что мы возьмем и TomCat поменяем на Netty. Как вы думаете? Исходя из того, что я сейчас рассказал. Плюсы второго подхода, пишет Денис, так и есть. Главный плюс, который мы можем получить, если у нас все будет хорошо и пойдет все как по массу, мы можем обрабатывать большее количество входящих соединений на том же самом железе. Если кратенько. Тут возникает вопрос, который в принципе следует, а вот Юрий спрашивает в Enterprise везде используют TomCat или Netty. Хороший вопрос. Всегда ли мы должны выкинуть TomCat и поставить Netty, чтобы перейти с блокирующих на неблокирующих, чтобы перейти с оперативного API на реактивный. И тут возникает резонный ответ. Если у нас в час приходит пять запросов от пользователей, то TomCat на дефолтных настройках нам более чем будет достаточно. Переходить на реактивный стек имеет смысл только в одном случае, если у вас действительно большие нагрузки и вам надо оптимизировать вашу систему. Если ваш TomCat справляется и абсолютно нет у вас никаких потребностей, вас все устраивает, то не надо ничего менять. Оно как работает, так и работает. NETI со всем этим реактивным стеком, это не золотое поле, которое решает все проблемы, это не более чем один из инструментов. Если вам надо перевести коробку весом 3 кг, вам не надо для этого нанимать фуру. Это можно сделать и на льховушке, или даже на самокате. Если же у вас контейнер во много тонн, то тут уже без этого не обойтись. Большие нагрузки это сколько, есть какой-то порядок RPC. Тут сложно сказать, почему, потому что очень многое зависит от того, еще какая длительность ваших запросов. С чего мы начали? Мы начали с того, что вот эти ваши исполнители должны уметь работать в синхронном стиле. Они должны блокировать ваш поток. Или вы каким-то образом должны обеспечить эту самую блокировку. Например, если мы берем традиционные базы данных с обычным блокирующим драйвером, то их в этот стек будет вписать очень сложно. Хорошо пишется Mongo, допустим, реактивная или какие-то еще реактивные базы данных, но традиционные Oracle с традиционным блокирующим драйвером сюда пишется плохо. Вам придется каким-то образом делать промежуточные фредпулы и как-то разносить, не блокировать эти потоки, иначе у вас вся схема сломается. То есть главное, то есть тут получается у нас два критерия. С одной стороны, какое количество запросов в секунду к вам приходит, то есть какое-то другое времени, и сколько по времени запросы выполняются. если у вас запросов примерно по количеству совпадающих с потоками в фредпуле от МКАД, то есть по дефолту это порядка 200, и у вас запросов меньше, то очевидно вас эта схема устраивает. Если же запросы у вас медленные сами по себе, но есть возможность их сделать реактивными, то есть сделать так, чтобы не блокировали эти потоки, то логично, что схема с реактивными потоками вам очень даже может подойти. То есть от муки-факторов зависит, не сказать, что это больше такого-то количества, все, переходите на реактивный стек. А где минусы у Neti? Если брать конкретно сравнивать Neti с Tomcat, вот прям чистый Neti Tomcat, для реализации каких-нибудь осуществленных запросов, с Neti вам придется много поделать дополнительно вручную. Есть встроенные кодеки-декодеки для преобразования NTCP, VHTP, однако с этим работать не очень удобно. С Tomcat будет намного проще. Вот это если сравнивать классический Tomcat и Neti. Поэтому Tomcat это штука более простая, более понятная, Neti потенциально более быстрая, но и более сложная эксплуатация. И так мы разобрались с тем, что такое WebLux, и давайте уже перейдем к примеру. Уже час почти болта, и еще ни одной срочки кода не посмотрели. Предположим, что у нас есть такой пример. Есть некий источник данных, который выдает, в нашем случае будет какие-то строки выдавать. Есть у нас обработчик данных, который будет что-то с этими данными делать, как-то их преобразовывать. И есть у нас клиентская часть. Все эти три компонента некие джао-приложения, конечно, на Spring WebLux. Есть у нас браузерная страница, в которой мы будем видеть потоки данных. Представим, что это браузерная страница, некий пользовательский IPI, то есть это будет некий интерфейс живого пользователя. Живой пользователь приходит к этой системе и говорит хочу получить данные. Запрос на получение данных пролетает через эту систему. И сочник данных понимает, что появился пользователь, желающий получить данные, и данные начинает отсылать. Обработчик принимает запрос этих данных, принимает эти данные, что-то с ними делает и отдает клиенту. Клиент берет эти данные и отдает в браузер. Запись будет выложена на канале Отуса, и я в лучшем качестве выкладываю ее на своем канале. Завершение всего нашего мероприятия. Итак, давайте посмотрим, как это все выглядит в коде. Обычный, в общем-то, самый простейский проект со SpringBoot. Давайте рассмотрим общую структуру, чтобы было понятно, что о чем. есть у нас три компонента, раз, три, источник данных, обработчик данных, клиент. Вот у нас источник данных, вот клиент, вот обработчик. Давайте начнем с источника. В чем смысл источника данных? Давайте кратенько посмотрим на Dependency. Поскольку мы работаем с реактивным стеком, мы SpringBusy вытянули вместо него пример WebFacts. Все остальное в общем стандартно. Что представляет код нашего клиента? Все очень просто. Спускаемся на порту на порту 8080. Тут все как обычно. Интерес представляет конфиг и собственно код нашего приложения. Давайте начнем с конфига. Как вы помните, основная точка конфигурации нашего клиента, который работает на политехнете и заключается в управлении потоками в том самом EventPool. Поскольку это самая главная ручка, за которую мы можем покрутить, чтобы настроить производительность нашей системы. Мы можем использовать FredPool по дефолту, который создается SpringWebFacts. Мы помним, что это штука людей. И можно использовать вообще все настройки по умолчанию. Однако настройки по умолчанию мы использовать не хотим. Мы хотим вручную выставить количество потоков, которые нам потребуются. Надо сказать, что для подавляющего случая жизненного применения эта настройка не нужна, но мы в качестве учебного примера хотим посмотреть, как это будет выглядеть. Поэтому мы создаем EventUb. Ну и, как вы видите, определяем тут Factory, говорим, что у нас будет два потока. когда WebFlux соберется создавать собственно server, он обратится к AdFactory и создать server. Более подобно пройти настройки, как посмотреть с точки зрения мониторинга на потоке. я рассказываю видео про Reactor Net можно будет там посмотреть. Сейчас не будем отвлекаться. Как я говорил, эту штуку можно легко удалить, будет работать по дефолту и для большинства применений. И так пойдет, как говорится. Что представляет собой источник данных? Источник данных это у нас такой интерфейс, который что-то продюсирует. Что делать? Продюсер данных, он их продюсирует, создает. У нас очень простая имплементация. Мы создаем поток данных. Просто это последовательность. Мы получаем на вход некое зерно и из этого зерна начинаем создавать строки. просто классический генератор, который делает плюс один, плюс один, плюс один. Мы к этому плюс один добавляем некую строку. И таким образом создаем поток строк. давайте обратим внимание на штуку флакс. Что такое флакс? В реакторе есть две абстракции. моно и флакс. Моно это поток данных, флакс это одна единица данных. Поскольку сейчас у нас будет поток неких данных в string value, просто рекорд с какой-то одной string value. То мы делаем флакс с этим рекордом и таким образом запускаем поток. Что здесь важно? Очень сама идея реактивных стримов очень похожа на стримы из Java 8. Которые появились в Java 8. То есть по сути все эти раз ленивые. То что мы здесь создали этот генератор генератор некоторой последовательности в общем-то ни о чем не говорит. Он не будет запущен до тех пор пока кто-то его не позовет. То же самое как со стримами. У нас здесь нет терминальной операции поэтому тот факт что я создал этот стрим не говорит что он начнет работу. Это просто не более чем декларация. Мы сказали что у нас есть такой генератор который будет генерировать стройки и все он у нас есть и мы его не трогаем. Для большего интереса чтобы как-то можно было на него посмотреть я добавил некоторую задержку то есть элементы будут вылетать из этого генератора с задержкой в 3 секунды с периодом в 3 секунды и будут печататься в консоль чтобы можно было за этим как-то наблюдать. Если будете запускать код допа обратите внимание у нас сначала появится строка в отвлаке produce using fin потом мы увидим эту строку и как будто бы метод доработал. Однако эта часть не будет выполнена. Почему? Потому что мы помним что у нас реактивный стрим будет выполнен в другом потоке и это достаточно интересно. То есть получается что у нас вызов будет асинхронный это не очень привычно для императивных Java разработчиков мы привыкли что если у нас вот эта функция отрабатывает то и отрабатывает только после нее мы видим эту строку но в реактивном мире все немного не так у нас есть нет терминальных операций поэтому у нас сначала отработает этот код а потом будет работать этот код когда его позовут но мы сейчас это дело посмотрим готов у нас источник данных и контроллер контроллер обратите внимание это обычный REST контроллер то есть все те же самые аннотации как мы собственно с помощью REST контроллера делаем доступ к нашему потоку данных также вот обычный уру однако у него необычный параметр тип данных который возвращает традиционно мы привыкли к тому что REST контроллер возвращает джессоны сейчас нам джессоны не нужны нам нужен поток джессонов поэтому такой вот необычный возвращаемый тип поток джессонов тут мы обращаемся к продюсеру и то есть к источнику данных обратите внимание мы возвращаем факс то есть то что нам здесь создал этот генератор мы его и возвращаем то есть мы не возвращаем данные данных тут нет мы возвращаем сам генератор вот ну вот получается вот вот так вот итак у нас источник данных готов мы конечно же хотим его протестировать мы же можем сделать наше приложение не сделать тест для него чтобы протестировать на приложение реактивное приложение в общем-то много не надо тут все достаточно просто мы вместо мог миссии подключаем тест в в общем берем документацию из документации по сути вставляем к себе код что мы здесь делаем мы обращаемся задача этого теста простая мы не проверяем какие данные возвращаются мы проверяем что возвращается хоть что-то поэтому мы отправляем запрос смотрим что нам вернулось типа все хорошо смотрим что есть какие-то данные поскольку источник данных у нас бесконечный мы бесконечно ждать не хотим мы говорим что нам достаточно только первых трех элементов три элемента получили значит работает на всякий случай если вдруг у нас там какая-то ошибка мы должны поставить маут ну чтобы просто наш тест не не завис на ничное количество времени и в конце проверяем действительно вернулось три штуки вернулась начало хорошо коллеги понятен ли под источник реактивного источника данных вот надо ли что-то пояснить предлагаю на суде посмотреть исходные коды потому что слов я думаю что много будет непонятно тем более если раньше на это никогда не смотрели то тут я вот такое непростое окажется поставьте плюсик если кто-то живой когда будет он будет доступен в детлабе да код в детлабе уже есть давайте на всякий случай скину ссылочку чтобы не отходить от кассы идем тут будет два репозитория два репозитория давайте я скину сейчас первый который сейчас показываю а потом скину 2 который будем смотреть в оставшейся части так идем сюда реактор реактор реактив вот эти три клиент продюсер source вот она все там как именно тут проявляется реактивность можно по шагам процесс прохода тестов приложения разобрать дать сейчас я запущу все три компоненты и мы посмотрим потому что одном компоненте это будет не очень понятно а итак мы рассмотрели первую часть первую часть мы рассмотрели первый блок давайте рассмотрим второй и третий второй блок процессор то есть эта штука которая обрабатывает входящие данные так закроем процессор есть уже контроллер контроллер достаточно простой он принимает запросы то есть запросы на данные и смотрите он сам опять же ничего не делает он перенаправляет этот запрос к источнику данных смотрите он то есть как я отправлю запрос я использую реактивный клиент по кэнд отправляю запрос запрос уходит и возвращается флаг то есть не возвращается поток данных не возвращаются и данные мне возвращается поток зана не поток данных каким-то образом надо обработаться то есть мне этот поток надо направить в свой конвер у меня есть этот самый Suite кон ее процессор, из-за которого сделать просто апперкейс. Что тут делаю? Чтобы было, опять же, поинтереснее смотреть, я добавляю здесь тоже некоторую задержку, но как будто бы обработка данных у меня какая-то достаточно долгая. Что я тут делаю? Я беру строку, привожу к апперкейсу, и планирую, и отдаю назад. Тут тоже у меня, как видите, действия декларируются. То есть если я просто так запущу этот код, то у меня ничего не произойдет. То есть данные сами поселить генерироваться не будут. Надо, чтобы кто-то позвал. Это вторая компонента. То есть можно сказать, что база у нас потихоньку складывается. У нас был источник данных, вот тут обработчик данных. На что хочу обратить ваше внимание. Дилей элемент. Дилей элемент, если посмотреть, в потрошке тоже имеют некоторую настройку. Интересная настройка у него таймер. То есть что значит делей элемент? Это значит, что поток данных, который будет идти, на этом месте остановится на 2 секунды. Видите, 2 секунды остановится. И каким-то образом эти данные как-то должны пойти дальше. Под капотом у дилей элементов есть шедулер, который по сути является полом потоков, и его тоже можно настраивать. Обычно никто этим не занимается, но если вы хотите вот прям хорошо вашу систему потюнить, то будет очень неплохо знать, как эти операции работают под капотом. В частности, дилей элемент с под капотом содержится шедулер, у которого есть свой пол потоков, и им тоже можно управлять. Как вы понимаете, этот пол потоков можно шарить, то есть использовать во всех операциях дилея. То есть все зависит от того, как дипко вы хотите настраивать вашу систему. Но сказать, что сама по себе реактивность – это дополнительная нагрузка на вашу систему, потому что все эти элементы создают дополнительные объекты, то есть вот эти штуки делают дополнительные объекты, дополнительные объекты – это дополнительно работа для lavish-коннектор и так далее, и так далее. Если бездумно просто так по дефолту использовать накопоточность, вернее, реактивность там, где надо и не надо, то производительность вашего приложения очень сильно будет падать. Поэтому имеет смысл заглядывать внутрь и разбираться с тем, как это работает под капотом, чтобы приложение вдруг внезапно не остановилось. А то вроде как включили реактивный стэк, и все стало только хуже. Одно из настроек – это применение шедулера для интеллигментов. Итак, здесь мы определили преимущественные этапы обработки. В качестве эксперимента попробуйте сделать такую штуку. Тот же самый секвенс, и здесь поставьте subscribe. То есть запустите поток прямо здесь. И посмотрите на интересный эффект, который получится. Предлагаю вам самостоятельно дома эту штуку проделать. В качестве такого небольшого домашнего здания посмотрите, что получится. для лучшего понимания, насколько тут все очень очевидно и непросто. Итак, мы подготовили наш процессор, и мы, конечно, его хотим потестировать. Как мы его будем тестировать? С тестированием тут у нас возникают некоторые сложности. Нам необходимо какой-то источник данных. То есть как мы будем тестировать наш процессор, который на вход что-то получает и что-то выдает. На вход надо ему что-то подать. Для передачи данных на вход можно использовать varmoc. varmoc-сервер – это такая достаточно слабая штуковина, которая позволяет сымитировать какой-то внешний сервер. Вот видите, мы запускаем этот самый varmoc-сервер и настраиваем его, чтобы он нам выдал такую джисовину. Как будто бы это наш соус данных выдает. И таким образом мы можем протестировать действительно наш процессор и проверить, что он работает так, как ожидается. То есть помним, что на каждый код, который мы написали, мы должны написать тесты. Пока тестов нет, код считаем не задеванным. Итак, процессор наш готов. И давайте перейдем к последнему этапу, перейдем к клиенту. Переходим к клиенту. У клиента тоже есть свой фрагпул. Что такое проклоу клиента? Я говорю, вот веб-клиент – это реактивный клиент. То есть это может значить, что она у крест-темпуэта в мире, сколько он висит. У этого веб-клиента надо понимать, что он тоже крутится на нете, и у него тоже есть свой пул потоков. Его тоже можно поднастраивать. По умолчанию, этим никто не занимается, но если есть желание, то можно тут тоже поднастроить количество потоков, ну и вообще на него несколько повлиять. Итак, что мы делаем? В чем заключается наш, собственно, клиентский код? Какой-то внешний клиент, который умеет обрабатывать запрос, обрабатывает эти данные, отправляет нам запрос. Мы берем этот запрос и отправляем его к процессору. Процессор берет запрос и отправляет к тата-сорсу. И таким образом у нас замыкается полная цепочка наших действий. Давайте уже наконец все запустим, посмотрим, как это работает. Запустим поток и посмотрим на все это в действии. Итак, мы запускаем источник данных. Пока запускается, если позволите, секунду рекламы. В этом запуске курса у нас появляется вебинар по реактивщине. Раньше такого не было, тут новшество этого курса. Обратите внимание, как быстро у нас стартовал. То есть Neki сам по себе намного шустрее Томката, честно говоря. Ну, тут особо преимуществом это назвать, в общем-то, нельзя, если мы работаем в мире железного такого кровавого интерпрайса. Но, тем менее, штука приятна. Итак, запустили дата-сорс, запустили процессор и запустили нашего клиента. Так, все у нас заработало. Данных нет. Я думаю, понятно, почему данных нет, потому что никто их не попросил. Мы должны вкинуть запрос. Давайте это сделаем. Я подготовил небольшую веб-страничку, чтобы это было максимально интересно смотреть. Вот он так выглядит. Давайте-ка я перезапущу. И что мы видим? Давайте. Как будто бы ничего не происходит. Вот, смотрите, пришел запрос. Мы смотрим сейчас клиента. Пришел запрос с браузера на получение данных. Этот запрос улетел в процессор. Видите, мы тут его получили. И процессор переслал запрос в дата-сорс. Видите, дата-сорс получил запрос. Вот нас кто-то попросил поработать. Давайте теперь поработаем. И то, о чем я говорил. Смотрите. Дата-сорс. Давайте еще открою. Продюсера и обращу ваше внимание на этот интересный момент. Продюс. Вот у нас первая строка. Видите, в логах. Продюс. Продюс. Первая строка. Потом мы сразу видели эту строку. И, казалось бы, метод уже завершился. Все. Финиш. Все. Завершился. Но нет. Данные только пошли. То есть, фактически, этот метод доработал. До конца дошел. А этот код только-только начал работать. И давайте обратим внимание на интересный момент. Смотрите. Мы продюсируем данные. И они тут выходят с задержкой в 3 секунды. Смотрите. 12, 13, 18 и так далее. Перейдем к процессору. Видим, что отсюда данные вываливаются. Так. Давайте найду какую-нибудь одну строку. И найдем ее во всех трех наших компонентах. Во всех трех компонентов. Смотрите. Тут она пришла в 20 секунд. Тут она тоже в 20. А тут она у нас пришла, появилась в 18. То есть, что получается? Получается, что вот этот клиент, который преобразует данные, вносит некоторую задержку. Вносит некоторую задержку. Сейчас я его найду. Поясню, о чем идет речь. Продюсер. Процессор наш вносит некоторую задержку. 2 секунды. И мы вправе ожидать, что этот source будет генерировать данные быстрее, чем они к нам будут приходить. То есть, смотрите, у нас эти три системы, эти три компонента по факту являются независимыми. Мы генерируем тут раз в 3 секунды. Тут мы вносим задержку. И сюда, по сути, данные должны прийти позднее. И поэтому источник данных должен генерить данных намного больше, чем обработчик клиента могут переработать. То есть у нас, в конце концов, источник данных должен перегрузить этот обработчик данных. То есть выдавать больше запросов, чем клиенты обрабатывают. То есть у нас этих данных должно идти намного больше. Если бы эта цепочка была действительно независимая, то этот источник передавал бы данных намного больше, и тут бы где-то скопилась у нас очередь. Коллеги, понимаете идею? То есть, смотрите, мы генерируем данные каждые 3 секунды. Давайте я попробую это дело изобразить. Вот у нас система 1, вот система 2, и вот система 3. Мы генерируем данные каждые 3 секунды. Вот у нас данные 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть сюда, вот здесь происходит некоторая задержка. Какое-то дилей происходит. И единица сюда приходит позднее. То есть она приходит с какой-то задержкой. И в итоге мы должны получить ситуацию, когда здесь данных будет очень много, то есть этот источник уйдет далеко вперед. А здесь мы будем наблюдать некоторое отставание. Коллеги, понимаете, что хочу сказать? То есть из-за этой задержки тут данных должно быть больше, а тут мы их должны видеть меньше. То есть за то время, пока я все это дело рассказываю, давайте, кстати, посмотрим. Как это все выглядит. Видите, у нас вот... Сейчас появится. Давайте я перезапущу, чтобы поинтереснее было смотреть. Вот, пока я это показываю, здесь у нас данных должно быть меньше, а источник должен наделить их намного больше. Коллеги, понимаете эту идею? Потому что у нас есть некая задержка, и очевидно, что здесь их должно быть меньше. Вот как оно происходит. Однако, если мы посмотрим влог, то мы увидим, что сейчас у нас вот сколько вот? 101. И у клиента мы тоже увидим 100. То есть 1 не успел дойти. То есть мы могли бы ожидать, что здесь будет 100, а тут будет не 101, а где-нибудь 130 или 150. Как так получилось? Как так получилось? Давайте вернемся к началу. Смотрите, у нас есть источник данных. Источник данных. Давайте его откроем. Где у нас? Так, это у нас клиент. Вот он, датасорс. Это действительно источник данных. Но данные отсюда вываливаются только по запросу. Получается такая ситуация. Клиент, когда готов к получению новых данных, он говорит обработчику данных, ну-ка, давай-ка сюда данные. Он является как бы своего рода насосом. Он говорит обработчику данных, давай данные. Обработчик данных в своем темпе обработает ей данные и говорит источнику, давай новые данные. То есть у нас получается своего рода петля обратной связи. То есть у нас данные идут сюда, но инициатором этих данных является клиент. То есть если мы смотрим классическую схему интерактивного программирования, мы запускаем всю эту цепочку, и у нас источник данных начинает выдавать данные. Выдает данные без оглядки на их получателей. С помощью вот этого подхода мы, получается, вводим, так сказать, отрицательную обратную связь, и мы таким образом генератор данных, если с электроникой знакомы, там такая штука есть. Чтобы у вас генератор работал стабильно, необходимо добавить отрицательную обратную связь, иначе система разблантируется, уйдет в резонанс, и ничего хорошего не будет. И вот получается, что с помощью вот этого реактивного флоу у нас клиент управляет потоком данных, и он тянет как бы за нить и вытягивает данные из источника. И за счет этого наша система начинает работать в некотором балансе. То есть без каких-то особых уничтожений мы сами ее сами по себе балансируем. Если источник нагенерил больше данных, которые еще не забраны обработчиком, то где они хранятся? Или они как раз генерятся только по запросу обработчика? Вот они генерятся по запросу. То есть клиент говорит «дай еще» обработчику, обработчик говорит «дай еще», и источник эти данные выдает. То есть у нас источник сейчас получается зависимым. Он выдает данные только тогда, когда их попросили, когда его попросили. И обратите внимание, что нам для этого не пришлось делать никакой специальной хитрой одики. У нас все работает максимально просто из коробки. Ну, если можно в данном случае сказать о всем просто. Инициатором у нас является клиент. Да, клиент говорит «двай данные» и «данные пошли». Не знаю, надо ли показать код JavaScript. Ну, в целом, давайте кратко покажу такой момент. Если мы работаем с обычным REST-интерфейсом, и у нас есть get-запросы, то мы можем достаточно легко применить любой HTTPS клиент, чтобы посмотреть, что у нас получилось. Можем в браузер глянуть. Но, поскольку мы сейчас даем не конкретный JSON, а выдаем поток JSON, нам обычный браузер сейчас уже не подойдет. Нам надо вот этот поток JSON каким-то образом преобразовать. Для этого можно применить JavaScript библиотеку. Например, такую. Вот, наберем, например, берем такую библиотеку. И JavaScript, я думаю, смысл будет понятен. Отправляем запрос в наш сектор и подписываемся, по сути, на поток стримов, то есть на поток данных. Сидим на этом потоке, и когда получаем очередную порцию данных, выводим ее на экран. Тогда, наверное, стоило развернуть схему на картинке, иначе сдается впечатление, что источник беспринга генерует данные, а клиент и обработчик пытаются справиться с потоком. Смотрите, стрелками обозначается действительно поток данных, то есть как данные идут, основной поток данных. А вот эта обратная связь, почему здесь нет? Потому что мы его фактически не кодили. Если рассматривать с точки зрения функционал, как он работает полностью, в том числе функционал, скажем так, из коробки, то тут есть некоторые запросы. То есть клиент подписывается на поток, отправляет запрос, обработчик отправляет и так далее. Но сейчас вот этого функционала у нас нет, его не кодили, поэтому нет его и на этой схеме. Здесь отображен действительно поток данных с точки зрения пользователя. Как пользователя, который смотрит на эту страницу, еще раз запустим, как смотрит на эту страницу, так с точки зрения пользователя-программиста, который этот код кодит. И в этом плане получается очень даже удобно. Коллеги, есть ли какие-то вопросы? Наверное, вопросы есть. Есть ли что-то прямо сейчас спросить, на что можно ответить, в каком режиме? Продолжаю вам на досуге скачать этот код и посмотреть, как это, то есть позапускать, посмотреть, как это все работает, руками пощупать. Потому что за слов, я думаю, не очень на самом деле понятно. Ну и вот так вот у нас все и получается. Если данные обрабатываются 2 секунды, а генерация раз 3 секунды, то откуда должна появиться задержка? Да, смотрите, попробуйте сделать настоящие, независимые источники. Просто представьте, как у вас есть некий источник данных, который генерирует данные с интервалом в 3 секунды. И тут у вас есть некая задержка, то есть 2 секунды сюда. Клиенту данные приходят, получается, раз в 5 секунд. То есть отсюда они генерируются раз в 3 секунды, 2 секунды идут, и сюда уже, получается, приходят раз в 5 секунд. И в итоге у вас тут их должно быть больше, на позиции, чем… То есть мы здесь данные запускаем, включаем таймер, и через 3 секунды, не через 3, через 6 секунд у нас будет сколько? 2 единицы. А здесь через 6 секунд будет только 1 единица. И со временем, и по мере движения, то есть чем дольше мы работаем, тем больше накапливается разница. накручен будет разбор спринга с нуля. Ну, в общем-то, да. Более того, начинается у нас с написания самодельного спринга. То есть делаем спринг самостоятельно, поэтому нулевее, наверное, некуда уже. Поэтому я говорю, что вот этот отрицательный обратный средство как бы делает этот функционал проще. А если клиент запрашивает какие-то конкретные данные, то как происходит получение результата по подписке? То есть как клиент получит именно результат по своему запросу, как идет взаимосвязь потоков данных внутри источника-броводчика? Сейчас мы перейдем к следующему примеру и как раз ответим на ваш вопрос. То есть если вы не забыли, то мы вообще тут собрались, чтобы перевести систему курса валют на реактивные рельсы. Сейчас то, что мы сейчас смотрели, это краткое вступление в реактивщину. Посмотреть, что это такое. Сейчас давайте наконец уже вернемся к нашему. Код JS в том же репозитории находится. Вот же он лежит. Можете скачать его и посмотреть. Давайте перейдем, собственно, в курс валют и посмотрим, как это будет выглядеть там. Там как раз мы отвечаем, подписываемся на какой-то непонятный источник данных, а получаем конкретно данные по запросу. Итак, у нас тут три компонента. Первый компонент подписывается. Никуда он не подписывается. Первый компонент входит на сайт Центробанка, берет данные, парсит и отдает по запросу. Выглядит это таким вот образом. Принимаем входящий запрос. Давайте я его пока запущу. Пока суть доделаю. Вот, ну, тут в пользу и случаем хочу порекомендовать посмотреть содержимое предыдущих серий. Там, где мы этот сервис разрабатывали, депоили в Kubernetes, приделывали клиент Телеграма. Вот, видно, что штука заработала. Так, заработала правильно. Правильно, да, заработала правильно. Посмотрим на контроллер, на пользовательский интерфейс. Обратите внимание, здесь обычный get-запрос. Моно. То есть, если в предыдущем примере у нас был флакс. Флакс, напомню, это абстракция над потоком данных. То есть, когда мы хотим получить поток данных, мы используем флакс. Сейчас мы хотим получить конкретный курс валюты. Вот просто значение валюты курса на дату. Для этого мы возвращаем моно, потому что у нас или есть, или нет, одна единица. Поэтому у нас моно. Обратите внимание, возвращается обычный JSON. Если это обычный JSON, то мы очень даже легко можем обратиться к обычным HTP-шным клиентам. Берем любой HTP-шный клиент, терпим его. Эта часть никак не поменялась со старых времен. И вот у нас возвращается результат. Можем то же самое повторить и с браузером. Как у нас тут работает реактивщина? Как вы помните, очень важным фактором применения реактивного стека заключается полная асинхронность всех участков. То есть, у нас источник данных тоже должен быть синхронным. Однако, источник данных у нас ни разу не синхронный. Это у нас сайт СБ. Как они там работают, так и работают. Мы подписались. Поэтому тут у нас вот эта точка является началом нашей синхронной работы. Мы обращаемся к сайту СБ, берем оттуда данные и возвращаем. И как, вот в связи с того, что мы сегодня проговорили, это очень уязвимая часть, очень сильно зависимая, уязвимая часть нашей системы. Потому что, если вдруг сайт СБ начнет тормозить, то вся наша реактивность сломается, потому что вся цепочка заблокируется, и заблокируется тот самый поток, которых у нас всего два, как вы помните. Ну, в данном примере с курсом валют я использую настройки по молчанию. Здесь у меня самодельного фредпола нет, то есть управляемого фредпола нет, поэтому тут по молчанию. По молчанию, по количеству ядер, то есть 12 штук. Но, тем не менее, 12 потоков – это вообще ерунда по современным меркам. То есть 12 клиентов – это вообще ни о чем. И поэтому, если вдруг сайт СБ начнет тормозить, у нас все сломается. Поэтому тут надо придумать что-нибудь титры на этом случае. И в качестве такой вот временной меры тут очень даже удачно пригодился кэш, который сделали еще во время первого нашего подхода к снаряду. То есть когда-то, когда делали эту систему с самого начала, предусмотрели тут кэш такой небольшой. И за счет кэша мы несколько снизили градус проблемы. Конечно, полностью мы его не решили, но стало чуть полегче. Чем нам помогает кэш? Тем, что он отдает данные мгновенно. И в этом плане он очень даже хорош. То есть отсюда можно сказать, начинается наш реактивный штек. Здесь стык блокирующей системы и неблокирующей. Ну, пока не до конца. Я обозначил, может быть, этап на будущее, как это можно еще улучшить. Но, тем менее, пока так. Это у нас первая компонента, которая выдает курс СБ. Вторая компонента в нашей системе. Это у нас... Да, ну тут на тестировании наверное останавливаться не буду. Тут примерно все то же самое. Вторая компонента это REST клиент для внешнего мира. То есть предполагается, что внешние пользователи не будут ходить напрямую к этому сервису. Они будут использовать... Вот к этому сервису они не ходить не будут. Они будут использовать некий промежуточный REST API. Вот currency rate client это как раз тот внешний REST API. Здесь, в общем-то, тоже все достаточно просто. Поскольку мы работаем тут с единичным... То есть с одним объектом, то есть одной единицы, мы используем моно. Мы, получив запрос, отправляем этот запрос в наш... То есть вот первый сервис. Давайте пройду. То есть видите, тут уже начиная с этого... Вот этот сервис может стать полностью реактивный. Мы на выходе получаем, то есть возвращаем моно. И источником данных для нас тоже является реактивный ривный статус. Видите, моно-моно-моно. Тут мы дошли до нашего клиента. Обратите внимание, то есть тут декоративный стиль, все это дело запустится, когда кто-то позовет снаружи. И вот мы дошли до нашего реактивного клиента. Вот. Но эту штуку надо переименовать. Мне не нравится название. Обратите внимание, что здесь нет терминального оператора по науке со стримами в Java 8. И вся эта штука запустится только тогда, когда кто-то снаружи потянет. Вот. Давайте запустим и этого клиента. То есть он не клиент, он у нас промежуточное такое окно во внешний мир. скажем так. Мы можем проверить, что он работает. Можно позвать из браусера. Можно дернуть отсюда. У нас работает. Возвращается курс валют. Можете, кстати, проверить, посмотреть. Но думаю, что работает как надо. Вот. Ну и давайте для завершения посмотрим, как работает наш бот телеграммный. Давайте его запущу. и в телеграммном боте хочу продемонстрировать еще один подход, как можно тестировать реактивный стэк. Вы уже наверняка поняли, что с реактивным стэком не так все просто. И по этой причине ни в коем случае нельзя бросаться сразу и ваше приложение на реактивный стэк, поскольку это достаточно сложно в отладке и очень необычно. И давайте посмотрим подход, как можно тестировать вообще реактивные приложения. Для тестирования реактивного приложения есть дополнительный либо реактор тест и посмотрим, как ей может воспользоваться. во-первых, можно все это гео пытаться тестировать как традиционное приложение, то есть навешать блокирующих вызов и Assert G проверять. Но можно подойти и несколько по-другому. так сейчас я наведу это место по закладку сделать. Нашел Step Verifier. То есть у нас есть два подхода, как мы можем подойти. мы можем здесь подвесить блок, заблокироваться, получить результат, его проверить. То есть реактивно этот путь прервать и перевести в аналог оперативного стиля. Я имею в виду сделать вот так блок. Видите, у нас возвращается объект, его можем просто Assert G проверить, как это будет выглядеть. Однако можно подойти по-другому. Можно протянуть полностью реактивный стакет, возвращается моно, и мы можем эту штуку проверить с помощью Step Verifier. Это тоже популярный подход, как можно тестировать реактивное приложение. Мы из Step Verifier передаем эту самую моно, отсюда мы инициируем весь процесс вытягивания данных и смотрим, что нам пришло, то, что мы ожидали. Вот такой вариант тоже возможен. Пока мы тут разговаривали, бот запустился, и давайте попробуем к нему обратиться, проверим, работает или нет. С утра он работал. С утра он работал. Давайте курс евро на сегодня. Пошли сел. Почему медленно работает? Потому что там у меня сидит таймер, вернулся ответ. Сидит таймер, который с некоторой затяжкой обрабатывает запросы. Можно таймер уменьшить, тогда запросы будут обрабатываться побыстрее. Давайте что-нибудь проверим. Скажите мне что-нибудь. Можно попросить курс на дату. Давайте для простоты курса сегодня. давайте кат попробуем. Кат так кат оп что происходит? когда я нажимаю кат запрос уходит понятное дело в телеграм у меня не валютная пара у меня отношение к рублю. То есть курс центробанка только по отношению к рублю. Поэтому я могу gpy попробовать. gbp gbp Great Britain Как это все дело работает? Бот телеграмма в своем составе имеет реактивного клиента. Видите? Реактивного клиента. Через очередь телеграмма запрос пролетает в реактивному клиенту. Реактивный клиент отправляет запрос сюда. Currency Rate Давайте его посмотрим. Вот запрос приходит сюда и Currency Rank Client что делает? Он переправляет запрос в Currency Rate. То есть выстраивается аналог самого потока данных. Только сейчас у нас не данные льются рекой, а у нас получается вытягивается конкретно значение. То есть мы запрашивали курс на конкретную дату, конкретное значение нам и вернулось. То есть это непрерывный поток данных, это одна какая-то единица. Коллеги, понятно ли, что произошло? Ну, по крайней мере, понятно ли общая лодика? Потому что произошло, тут надо посмотреть. Пользуясь случаем, давайте скину ссылку на второй репозиторий с курсами валют. с курсами валют, с гарантирой кодом. Кстати, можно не стесняться и поставить звездочек. Видите, 6 штук уже есть. Можно добавить. Интересно, я смогу сам себе добавить? О, уже добавил, видите. Вот, получается 5 было, теперь 6. Можете тоже добавить. Ну, вот, в общем, такая вот система. Какой можно сделать вывод? Прежде чем сделать вывод? Коллеги, надо ли на что-то ответить? Если можно сделать вывод, то про что можно сказать? Про то, можно сказать, реактивный стэк может очень сильно усложнить вашу программу, как с точки зрения написания, так и с точки зрения тестирования дальнейшего сопровождения, потому что разбираться что-то и как становится намного труднее. но в то же самое время такой подход может существенно облегчить обработку большого количества запросов. Или вы, в принципе, можете поднять количество запросов, которые сможете обработать в единицу времени. Или при том же объеме обрабатываемых данных вам потребуется меньшее количество железа. Вот можно так сказать. То есть это в случае это функционал не на все случаи жизни, а для решения определенного списка проблем с перфомансом. Тем менее, штука достаточно интересная. Да, опрос. Опрос, опрос, опрос. Коллеги, если не сложно, пройдите, пожалуйста, опросик. Вот, будет очень здорово. Если есть что спросить, то можно спросить, где можно посмотреть предыдущие занятия. Предыдущие занятия про вот, во-первых, можно посмотреть на канале Отуса, там их найти не очень легко, и качество там прямой трансляции, потому что в хорошем качестве транслировать не очень получается. По курсу валют, то есть вот поэтому по системе получения курса валют, есть отдельно записи на моем канале, там есть плейлист, и можно посмотреть там. Вот, там их найти попроще, и качество там будет несколько получше. ну что, коллеги, если вопросов больше нет, то спасибо за внимание, ссылку можно на канал. Так, ссылку можно на канал, давайте ссылку вон канал, сейчас мы его найдем. так, как бы мне на премиум внезапно не подписаться. вот, доспро реактор нити, давайте отсюда ссылку скопируем. Вот, вопрос, как все-таки внутри приложения курса валют происходит в замосвязи потоков данных, как мы не теряем идентификатор потоков, если мы просто подписываемся на получение данных. смотрите, как мы не теряем, давайте проследим. Итак, наш телеграм-бот получает запрос. Давайте прямо с самого начала я отмотаю, прямо к самому есть началу. И мы проследим всю эту цепочку. к нам приходят запросы из телеги. Вот это точка, где мы эти запросы получаем. Вот эти сообщения, тут мы их парсим и формируем запрос на курс валют. Вызываем этот метод. Вот видите, входные данные, это тип валюты и так далее, и так далее. Запускаем. обратите внимание, что здесь так. Да, вот тут мы его формируем. Формируем. Уходит запрос в HTP-клиент. Вот. И что здесь происходит? Здесь мы отправляем запрос и получаем в ответ моно. То есть там не сразу приходят данные, мы получаем моно в ответ. Ну, то есть вот эту штуку получаем в ответ и то есть своего рода. Можно представить так, мы приходим в МФЦ или в банк, куда там, где есть номерки, вам говорят, ваш номер пятый. Вот, сидите, ждите, вас позовут. Вот, моно, это своего рода ваш номер пятый. Сидите, ждите, вас позовут. Он у нас есть в руках. Так, давайте покажу, где он резовится. Вот, наверное, в этом тоже часть вопроса есть. Наверное, так понятнее будет. Давайте назад отмотаю. Назад отмотаю, отмотаю, отмотаю. Так, 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 так. Сейчас мы его, ага, вот он, вот он, вот он, вот он. прошли по по длинной цепочке и зависли. У меня несколько хитровато сделано, так хитровато, что я даже сам быстро не могу найти. О, нашел. вот, кстати, обратите внимание, вот здесь-то мы и заканчиваем. Здесь, отсюда начинается наше путешествие. В этом месте мы пришли, считайте, МФЦ. Мы пришли в МФЦ и сказали, смотрите, subscribe, мы сказали, хочу получить какую-то услугу. Нам говорят, вот тебе моно. мы выполнили этот метод и не заблокировались. То есть, вот эта штука сразу отработала. Помните, как у нас штука работает. Если мы бы здесь поставили блок, то мы бы сидели и ждали. Но мы поставили subscribe. Сказали, вот, я хочу, пришел в МФЦ, хочу получить какую-то услугу. Нам сказали, вот тебе моно, сиди, жди. То есть, вот subscribe, мы подписались на этот длинный поток данных. По этому длинному потоку данных вот этот моно пошел, пошел, пошла, и дошла до веб-клиента, которого мы сейчас, надеюсь, с интересом разглядывали. То есть, прошел, пошел по всей этой цепочке и дошла до синхронного клиента. Ой, до синхронного клиента. Вот. Это граница бота. Бот этот запрос отправил дальше по цепочке, отправил к нашему реактивному сервису, который выступает вроде такого гейтвэя своеобразного. Он тоже не дурак, он сам ничего не блокирует, он получает тот же самый моно. То есть, у нас выстроилась, это вот единая цепочка. Мы эту моно передаем из рук из рук в руки. Дошли до сюда. Учти, что это же все у нас может быть запущено на разных, на разных, то есть, оно у нас и так работает в разных шрамах, это все выполняется в разных потоках, это разные приложения, разные процессы операционной системы, мы можем их запустить на разных, на разных швестах. мы передаем этот запрос к нашему источнику данных к суберрейту. мы его здесь получили. Мы его здесь получили. Вот, то есть, он до сюда дошел. Здесь мы получили какие-то данные и моно у нас можно сказать разрезовывался, ну, если в терминах джалл-скрипта, как там мы разрезовывали ActivePromise, вот мы можем сказать, что вот эту моно наполнили некоторыми данными. Вернемся назад. Вернемся назад к нашему где он тут сидит. Вернемся назад к нашему текст-процессору. Так, сейчас я вот вот ввернемся сюда. Вот, то есть получается, мы получили здесь моно, но данных нет, это получили номерок. Данные прошли по всей этой цепочке, сходили в кэш, ну, или на сайт Центробанка, если в кэше данных не оказалось, и эта моно начала разрезовываться, то есть все компоненты, которые держали эту моно у себя в руках, они в этой моно начали получать данные, то есть этот курс валют начал идти назад по этой цепочке, и в конце концов он дошел до той моно, которая у нас лежит, и мы эту моно передали в телеграммный клиент. удалось мне рассказать Наталье? То есть мы сначала получили некий номерок в виде моно, ну, то есть моно курс валюты, и мы с ним сидели до тех пор, пока нас не позвали к окошку, и пока эти данные к нам реально не пришли. Теперь понятно, а в чем отличие моно от флагса в этом случае, что использовать? В каком случае? флагс это поток данных, когда данных много, а моно это одна штука, то есть когда мы подписываемся на массив данных, которые приходят по отдельности не сразу, то мы используем флагс, а когда у нас одна единица, один запрос, то есть смотрите, мы получили из телеги запрос один, мы ожидаем одну единицу данных, поэтому мы используем моно. Если мы подписывались на какой-то стрим, на видео стрим, например, что-то такое как стрим, то мы бы использовали флагс. Вот тут все достаточно просто в этом плане. Моно один, флагс это много. Хочется обратить внимание, пользуясь случаем, что здесь у меня наравне с реактивным клиентом есть еще и обычный клиент. Вот видите, обычный блокирующий клиент. Можно конечно здесь тоже сделать. Тут у меня как работает телеграммный бот. Тот путь, который мы смотрели, это путь обработки клиентских запросов. Но чтобы эти клиентские запросы обрабатывать, их откуда-то надо получить. Поэтому у меня есть процедура, которая с каким-то периодом ходит в телеграм, то есть на сервер телеграм и получает новые запросы. И отправляет на запросы телеграм как с помощью HTTP. Вот есть обычный традиционный блокирующий клиент, и в этом блокирующем клиенте я отправляю запросы на получение свежих запись запись из телеграм почему здесь я не использую реактивный клиент потому что он сильно усложнит код ну как мы видели станет все сложнее но он не принесет никакой пользы давайте посмотрим как этот традиционный блокирующий клиент работает давайте с самого начала покажу все просто все просто дойдем ваши доллары дойдем ваши доллары вот обычный шейдер запускается раз в секунду получает и запускается раз в секунду и не раз в секунду раз в 10 раз в секунду в общем запускается с каким-то там тайм-аутом и его задача отправить аж типичные запросы в телеграм проверить нет ли каких-то свежих данных если данные есть то получить поскольку у нас всего одна операция и у нас эту самую реактивность вообще развернуть негде вообще нет никакого смысла она не принесет никакого бонуса только все усложнит поэтому здесь я осознанно использую обычный аж типичный клиент видите то есть раз в какой-то промежуток времени запускается эта апдейтилка она использует обычный блокирующий аж типичный клиент таргетционный чтобы сходить на сайт телеграма не на сайт на север телеграма сходить и извлечь нужные данные вот в общем-то и все поэтому тут реактивно реактивщина абсолютно не к месту то есть как говорил у Дени Борисов следует избегать болезни стримозма то есть не применять стримы везде где они только не попадаются не надо забывать что есть еще циклы то же самое не надо всовывать реактивность везде где вы только увидели какой-то штепи ну или какое-то взаимодействие вполне вероятно что там традиционный традиционно блокирующий сокеты будут более уместны и намного проще коллеги остались какие-то вопросы поставьте плюсики если все понятно и на этом будем расходиться пользуясь случаем хочу сказать что на следующей неделе у нас будет следующая серия этого сериала и мы в следующий раз поговорим про кавку я честно говоря пока еще не придумал куда я втисну кавку в наш телеграм-бот есть у меня предположение что я всуну его как раз в телеграм-бот ну поскольку тут есть очередь и вроде как удобно эту очередь растянуть то есть вот как раз я вот что показал эта штука вычитывает запрос и складывает в очередь складывает в очередь вот эту очередь у меня есть желание сделать на кавке но возможно я эту кавку куда-нибудь с другой стороны пределы пока до конца еще не придумал есть несколько вариантов в плане поддержки стримы также ДТО Роман что имеете ввиду в плане поддержки стримы также ДТО ДТО-то оно к стримам напрямую не относится тут в части взаимодействия с внешними системами по сути водика-то не меняется у вас меняется транспорт и некоторые подходы но если вам нужно ДТО то как вы раньше его использовали с блокирующими сокетами по тем же самым правилам вы его и сейчас можете применить то есть сам факт реактивщины никак на ДТО не влияет если нужны то вы их применяетесь если нет то нет вот как вы заметили у меня по сути тут ДТО это нет ну поскольку смысла в этом особо нет ну что коллеги спасибо за внимание ну и приходите к нам еще в следующий раз поговорим про Кавку так сейчас разберемся с шейтом крупный вот 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 Продолжение следует...